Здравствуйте! В эфире пятничный выпуск Финтаймса и Карбарен. Беду его я, Нигиар Рахманова. Тема сегодняшнего выпуска будет связана с деятельностью Агентства безопасности пищевых продуктов Азербайджана. За последние годы в стране был принят ряд мер по обеспечению продовольственной безопасности. В этой сфере проводятся контрольно-регулирующие работы в соответствии с требованиями международных стандартов. Так, только за 2021 год Государственное Агентство безопасности пищевых продуктов провело 2853 проверки, из них 1923 плановых и 930 внеплановых. В результате на более 5,5 тысяч заведений были наложены административные изыскания, а деятельность 313 была ограничена. Подробнее эту тему будем обсуждать с заместителем председателя Агентства Закеи Мустафаевой. Приветствую вас. Здравствуйте. И сразу к моему первому вопросу. С какими международными организациями сотрудничает акта в области проведения мониторингов, проверок и какая работа в этом направлении проделана за последний год? Как вы знаете, Агентство пищевой безопасности является органом исполнительной власти, функциями которого является надзор за ветеринарией, то есть здоровьем животных, здоровьем растений, из-за пищевой безопасности. Со дня существования и функционирования агентства мы исполняем деятельность за созданием системы, за регулированием и адаптацией системы пищевой безопасности в соответствии с международными стандартами. Поэтому цель ясна и проста. Мы стараемся создать такую систему пищевой безопасности для того, чтобы население нашей страны потребляло здоровые продукты питания, для увеличения вместе с этим экспортного потенциала страны, который является критерием для развития страны. В связи с этим мы сотрудничаем со многими международными организациями, работаем над согласованием проектов о сотрудничестве в области пищевой безопасности со странами Европейского Союза, с бывшими союзными республиками. За прошлый год я могу назвать несколько приоритетных проектов, соглашений, которые были подписаны. Это соглашение о ветеринарии, о ветеринарном надзоре между Азербайджанской республикой и Российской Федерацией, соглашение о сотрудничестве, об интеграции информационных систем в области фитосанитарного надзора, опять же, с Российской Федерацией, соглашение о сотрудничестве в области пищевой безопасности с Турецкой республикой, такое же сотрудничество о пищевой безопасности с Украинской республикой. Ведется активная плодотворная работа с другими государственными органами, опять же, в странах Европейского Союза, бывшими союзными республиками. Мы работаем со многими международными институтами и международными организациями в плане здоровья растений, это такие как IPPC и ЭПА. В области здоровья животных, это Международная организация здоровья животных, МЭП. Работаем со Всемирным банком, с Азиатским банком развития. Мы строим национальную систему пищевой безопасности, усиляя национальную комиссию совместно с Международным кодексом Алиментариус. Также международные эксперты из многих местных проектов с Евросоюзом помогают нам в создании системы отслеживания пищевой безопасности, в создании системы идентификации животных. Также проводят тренинги не только для сотрудников агентства, а также для предпринимателей, которые работают в пищевой индустрии. Агентство безопасности пищевых продуктов также осуществляет контроль и регулирование пищевой цепи. В какой форме проводятся эти контрольные мероприятия и какие меры принимаются в связи с выявленными нарушениями? Одной из основных функций нашего агентства является надзорная функция. Надзорная функция осуществляется посредством проведения мониторингов, проверок, как плановых, так и внеплановых. Вы очень точно заметили, что в прошлом году нами было, сотрудниками агентства было проведено порядка трех тысяч проверок, из них две трети это были плановые проверки. Одна треть составляла порядка 930 проверок, было внеплановых на основании обращений граждан, жалоб. И из этих предприятий, которые были проверены в 313 предприятиях, было приостановлено временно деятельность. В соответствии с нарушениями или несоответствиями были приняты решения на основании кодекса об административных нарушениях. Контрольные меры касаются не только предприятий, которые работают в пищевой, занимаются пищевой деятельностью, а также это касается продуктов питания, то есть пищевой продукции. Это продукции растительного происхождения, продукции животного происхождения. И что же случается с ними, когда сотрудники агентства проводят проверки, сдают эту продукцию на экспертизу и выявляется некачественный и, к сожалению, безопасный продукт. В соответствии с нормативами эти продукты или уничтожаются, или обезвреживаются, или же утилизируются. Так, в прошлом году было обезврежено порядка 4,5 тысяч тонн пищевой продукции, где-то 2,5 тысячи декалитров, если это жидкая продукция. Также утилизировано порядка 1345 тонн пищевой продукции. Мы осуществляем контрольные функции не только в пищевых предприятиях, а также в учреждениях, в которых так или иначе население питается. Это могут быть медицинские учреждения, дошкольные, школьные учреждения. В прошлом году мы провели мониторинги в медицинских учреждениях, и порядка 46 медицинских учреждений был нарушен как режим питания, процесс потребления пищи, нормы питания, которые не соответствовали нормам, представленным в нормативных документах. Кроме этого, нами были проведены мониторинги в 1662 дошкольных учреждениях, и порядка более 300 детских садов у них были выявлены нарушения, касающиеся норм питания. Они были привлечены к административной ответственности. В случае возникновения жалоб, как граждане могут к вам обратиться, и в целом, как рассматривают эти жалобы? Жалобы — это всегда ответная реакция на существование каких-либо нарушений или несоответствий, связанных с пищевой безопасностью. Мы очень широко используем все инструменты общественного контроля. И, как вы знаете, общественный контроль в последние годы является важным и очень приоритетным направлением. Об усилении общественного контроля неоднократно в своих выступлениях говорит руководитель страны, президент Ильхам Алиев. И нами используются инструменты для улучшения нашей работы посредством привлечения гражданского общества, то есть населения страны, а также общественных организаций. За прошлый год мы обратились 114 раз к гражданам, к населению страны в связи с различными направлениями нашей деятельности. Это в сфере фитосанитарного надзора, в сфере ветеринарии, а также пищевой безопасности. Кроме этого, в агентстве существует горячая линия 1.003, которая принимает, регистрирует и реагирует на любые обращения граждан, в том числе и на жалобы. Любое обращение граждан проходит отслеживание, анализ и реакции. Если это жалоба, то открывается проверка на то предприятие, на которое поступила жалоба. И обязательно об этом, о результатах проверки оповещается данному гражданину. Кроме этого, еще одним инструментом для реагирования на обращения граждан является просветительская работа. Агентством пищевой безопасности было выпущено порядка 450 постеров в прошлом году, 28 видеороликов. Эти наглядные пособия были распространены в социальных сетях и в средствах массовой информации. На фейсбук-странице Агентства пищевой безопасности существует и функционирует программа «Безопасная пища». В прошлом году было выпущено 28 передач по различным направлениям нашей деятельности. На телевизионном канале АРБ также существуют передачи о деятельности нашего агентства. Она называется «Путеводитель по питанию». Кроме того, инструментами общественного контроля и вовлечения граждан, я считаю, что является привлечение молодых. Это студенты, юноши и девушки, которые хотят в дальнейшем связать свою жизнь с пищевой безопасностью. В прошлом году было привлечено 140 волонтеров, которые прошли тренинги и участвовали сотрудниками агентства в мониторингах в различных пищевых предприятиях. Также известно, что в период COVID-19 агентство также усилило контроль над пищевыми промышленностями, над заведениями общественного питания. Здесь проводились очень активно просветительские работы, как раз вы отметили про передачи. Хотелось бы узнать на текущий период, какие меры проводятся, какие меры проводят агентства с учетом пандемии коронавируса. 2021 год являлся вторым годом продолжающейся пандемии, новой коронавирусной инфекции. Сотрудниками агентства по поручению правительства было проведено порядка 200 тысяч мониторингов в предприятиях общественного питания на соблюдение противоэпидемических мер как со стороны работников этих предприятий, так и со стороны клиентов, посетителей. Помимо этого, нами были проведены просветительские мероприятия, для того, чтобы население знало бы и было оповещено, какие меры нужно соблюдать, для того, чтобы не заразиться, не распространить инфекцию среди друзей, среди своей семьи. Порядка 408 выступлений сотрудниками агентства было организовано и осуществлено через средства массовой информации, через телевизионные каналы, передачи. 850 постеров было выпущено нашим агентством, для того, чтобы визуально показать, какими мерами нужно пользоваться, для того, чтобы не заразиться самому, чтобы соблюдать на рабочем месте или в кругу семьи меры, чтобы не заразиться этой инфекцией. Спасибо большое, что приняли участие в нашей передаче. Тему деятельности агентства безопасности пищевых продуктов Азербайджана мы обсуждали с заместителем председателя акта Закьёй Мустафаевой. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с нами и следите за новостями. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова